Друзья, я рад приветствовать вас на канале Криптоинвестор. Здесь мы обсуждаем различные вопросы, связанные с инвестициями, с высокими технологиями. Безусловно, мы обсуждаем вопросы, связанные с криптовалютой, так как криптовалюта объединяет все эти направления. И сегодня я нашел для вас достаточно интересный проект, который, в отличие от других проектов, сам не старается попасть на Луну, но при этом старается освоить океан эфириума. В общем, проект CryptoWealth, как вы понимаете, это криптокиты. Этот проект, который достаточно имеет интересную концепцию, основанную на том, что поощрять тех людей, которые продолжают сохранять собственные NFT, то есть не продают их, никуда их не девают, а продолжают их сохранять, и, соответственно, также отдают дань уважения тем основателям NFT, которые были в 2017 году и последующим криптоэнтузиастам. Но для того, чтобы более подробно ознакомиться с этим проектом, безусловно, нам нужно перейти на сайт, для того, чтобы прочитать всю их концепцию. Итак, давайте разбираться, что же такое криптокиты. Ну, в первую очередь, нужно сказать, что это достаточно интересная концепция, которая связана с тем, что вы будете получать ваше вознаграждение по мере роста эфириума. То есть команда действительно верит в эфириум, верит в технологию эфириума и верит в то, что стоимость эфириума постоянно будет продолжать расти. Соответственно, для того, чтобы поощрять всех держателей NFT-карточек, будет придуман вариант, как будет поощряться с помощью различных дополнительных вознаграждений. То есть, на самом деле, здесь достаточно интересная система, которая основана на том, что если вы держите ваши карточки, если вы их никуда не сдаете, не продаете, а просто храните у себя, то таким образом система вычисляет вас и вы участвуете в поощрении, связанном с ростом эфириума. Но помимо роста эфириума, здесь есть еще как раз-таки достаточно интересный вариант, связанный с самой дорожной карты. То есть здесь во время прохождения минтинга, соответственно, будет дополнительное награждение тех участников, которые приобрели карточки до этого. То есть здесь будет распространяться и 5 карточек, рассылаться аэродропом и будет рассылаться 5 эфиров. Но давайте поподробнее все-таки посмотрим, почему мы должны вступить в CryptoWells коммунити. Как я уже говорил, CryptoWells основана на вере в эфириум и, соответственно, для тех, кто будет удерживать свою NFT-карточку, будет получать награждение в эфириуме. И об этом как раз-таки говорится в этом маленьком абзацике, где рассказывается про то, как будут награждаться. При этом CryptoWells создает собственное комьюнити, соответственно, это комьюнити будет поощряться и в будущем. Будут различные проводиться игры, различные проводиться акции. Уже сейчас проводятся различные мероприятия, связанные с тем, чтобы получить доступ к white-листу. Вы сами понимаете, что если вы попали в white-лист, то у вас стоимость NFT-карточек будет ниже, чем у всех остальных участников. Но попасть в white-лист сейчас можно только путем участия в различных мероприятиях, которые проводятся на текущий момент в Дискорде. К Дискорду мы еще вернемся. Давайте посмотрим все-таки непосредственно на сами карточки. Как вы видите, карточки имеют собственные характерные черты. При этом они рисуются все полностью от руки. Единственное, что нужно сказать, что они действительно имеют свою художественную ценность. И, в принципе, мы видим то, что карточки действительно сделаны очень качественно и красиво. Если мы посмотрим на дорожную карту, мы увидим то, что во время дорожной карты как раз-таки будет проводиться дополнительная раздача карточек среди комьюнити. Как я уже говорил, будет отправлено 5 эфириумов для 5 участников комьюнити и 10 эфириумов будет инвестировано в маркетинг. Кроме этого, будут приобретены 2 NFT-карточки Metaverse и, соответственно, 2 счастливчика получат эти карточки. Ну и после того, как уже будут распроданы полностью все карточки непосредственно CryptoWells, будет уже запущена вторая дорожная карта, которая будет связана непосредственно с раздачей призов тем людям, которые хранят свои карточки. Соответственно, при росте эфириума будут дополнительно рассылаться дополнительные награды тем владельцам, которые хранят свои карточки. И таким образом вы становитесь пассивным получателем дохода от роста эфириума. Как мы видим, основателями данного проекта являются JimboWell и FreeMilly. Кроме этого, есть еще несколько модераторов, которые работают с обществом. Но основными организаторами и основателями как раз таки являются эти 2 человека, которые давно уже занимаются криптовалютой и которые действительно понимают в этом толк. Для получения более подробной информации есть достаточно подробный раздел с краткими вопросами и ответами, где расписано большинство встречающихся вопросов и о том, как как раз таки команда видит все свое продвижение. То есть здесь говорится и о том, что есть 2 дорожные карты, которая одна появляется после того, как закончится следующая. Здесь также есть информация про то, какое видение у проекта и так далее. Нужно сказать, что уже на текущий момент в социальных сетях больше 6 тысяч человек подписано на CryptoWells. То есть мы видим то, что в Твиттере 6,5 тысяч человек. Здесь публикуется вся информация про текущие новости. Опять же мы можем посмотреть, как выглядят непосредственно сами NFT карточки, получить общее представление о их художественной ценности, так скажем. Здесь также есть информация про то, что будет в будущем. То есть, соответственно, здесь публикуются различные новости и прочее. Если мы посмотрим на Дискорд, то мы увидим то, что в Дискорде порядка 5 тысяч человек. И здесь проходят все основные мероприятия. То есть если мы зайдем в раздел анонсмент, мы увидим то, что здесь буквально каждый день происходят какие-то мероприятия, раздача призов, раздача доступа к вайт-листу и прочее. И в принципе мероприятия достаточно несложные. То есть где-то нужно просто лайкнуть, где-то нужно взаимодействовать социальными сетями. В общем, ничего сложного здесь на самом деле нет. Поэтому рекомендую как раз-таки обратить внимание на Дискорд и участвовать во всех этих мероприятиях. Есть Инстаграм. В Инстаграме на текущий момент 700, уже 70 подписчиков. Здесь опять же публикуются картинки, как выглядит Криптовейлз. Ну и также есть различные информационные, так скажем, рекламные фотографии. Ну что ж, друзья, как вы понимаете, проект Криптовейлз – это достаточно интересный проект с достаточно хорошим юмором. И при этом он является достаточно перспективным с точки зрения инвестиций. Поэтому я рекомендую настоятельно подписаться на все социальные сети, то есть вступить в Дискорд, вступить в Твиттер, для того, чтобы не пропустить все активности, которые будут в данном проекте Криптовейлз. Ну а у меня на сегодня на этом все. Как обычно, желаю вам хорошего времени суток, больших профитов и до встречи. Продолжение следует...